Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. Вышел у неё вчера ещё второй видеоролик, но я решила уже обзор оставить на сегодня. Слишком много вчера было обзоров. Германия, украинские беженцы нужно срочно обмыть и объесть. Ну, кто бы сомневался. Да, обмыть и объесть, это уже понятно, что какую-то покупку. Ну что, сидит наша жрульня за столом, и у неё коробка. Говорит, кто-то принёс. Это какой-то, говорит, подарочек. Мы даже не знаем, от кого это. Да, мы не знаем, от кого это. Никто не писал, никто не звонил. И давай-давай уже быстрей-быстрей всё это дело распаковывать. Лариса прям подгоняет. Говорит, кошечки какие-то там на коробке нарисованы. Может быть, это что-то для котиков. А вы котиков своих показывали, чтобы вам для котиков что-то присылали? Ну и, значит, распаковывает, да, жруля. А там в пакете что-то лежит. Ну и дальше, значит, Лариска говорит, может, это платье какое-то. Распаковали. А там, ребят, клеёнка в виде немецкого флага. Я всё прекрасно понимаю, что никакой это не подарочек. Это никто не прислал. И кто откуда может знать Жрулин адрес из Германии, из тех, кто живёт в Германии. Сами они это купили. Хлорка всё это купила сама. Но решили это преподнести специально как подарок. И специально, потому что обсуждались вот салфетки. Именно салфетки. А мой, получается, утренний, вчерашний обзор по комментариям как раз-таки был связан с салфетками, да, с этими всякими побрякушками. И я как раз-таки рассуждала очень много на эту тему. И тут вуаля! Ещё и клеёнка. Значит, пообсуждайте ещё клеёнку. Сначала видео, это, правда, был какой-то ужас, когда она ржала, как кобылица. Это просто страшно смотреть. Вот когда она ржёт, это вот реально фильм ужасов. Просто самый настоящий. А если, ребят, поставить ещё на замедленное, то если ночью кто-нибудь включит вот этот смех, то, я не знаю, будешь бежать в никуда, и только пятки будут сверкать. И дальше Жруля тут же отчитывается. Вот, пожалуйста, кто не знал, скатерть на стол. Ну да, одна ты знала, поэтому вы и купили её. Специально, да, купили. Потому что мусолили тему с салфетками, так вы решили ещё скатерть прикупить. Ну, чтобы это зрителям доказать, что вот, салфетки там есть. И этими салфетками можно и морду тереть, и пятую точку тереть, и ещё что-нибудь там натирать, да. А тут ещё и скатерть. На ней, говорит, резать только нельзя. Нет. И понюхала. Пахнет? Ну, ну, нет. Ну, нет. Похоже, там она всё-таки пахнет. Ну, надо же сказать, что нет. Это же всё-таки, как ни крути, подарок они сами купили. Дальше Юлька якобы поблагодарила, да. Большое спасибо, очень приятно. Кому сказала, Лорке, та же в магазин гоняла. Ты же её отправляла сгонять за посылкой, и заодно Хлорка прикупила скатерть. Она как раз-таки там ходила, там, где всё по одному евро. Дальше она там ходила, мутозилась туда-сюда, да, рассматривала алкашку, и, видать, присмотрела скатерть. Напишите, говорит, кто это. Напишите в WhatsApp. Ну, да, все подписчики знают WhatsApp старостенок. Прям все знают адрес, все знают WhatsApp старостенок. Ну, такую чушь, слушайте, ляпают своими языками. Дальше Юлька, значит, эту скатерть, эту клеёнку застелила на стол, натирает тряпкой, да, вытирает, хрюкает, пыхтит, аж дыхание сводит у неё. Это ж так тяжело, я представила, ребят. Она только встала этой тряпкой, помахала, и уже вся задыхается. А вот, прикиньте, такую жрульку отправить на работу в Германии. Вот что она будет делать, ребят? Вот что? Что толку с них? А лорка сказала, главное теперь, чтобы коты не подрали, да, клеёнку. Говорит, нет, нет, якобы жруля, а где ваши коты? Где ваши коты? У вас-то, по-моему, и котов нет, чтобы драли клеёнку. Нигде нет, нигде не видно. В переносках сидят, как же они подерут? Говорит, есть салфетки, а есть ещё и скотертя. У них в комментариях спросили, а туалетной бумаги нет в виде флага. Слушайте, хороший комментарий. Ну что это такое, говорит Юлька? Я думаю, ну что это, вроде ничего не жду, ничего не должны якобы прислать. А тут, опа, и клеёнку прислали. Теперь, говорит, будем вспоминать вас хорошими словами. Интересно, кого вспоминать? Юлёк, кого ты вспоминать собралась? Ты же видишь хлорку каждый день, чё её вспоминать? Рядом тусуется с тобой 24 на 7. Чё её вспоминать? Сходила, купила. И, слушайте, сами купили, сами обрадовались. Ну и, говорит, теперь будет Юлька смотреть матч за этим столом. А то, говорит, украинцы продули 3-0. В сухую, говорит, продули. А что это значит, в сухую продули? Жруль, это значит, что ты не бухала в этот момент? Надо было тебе обязательно бухнуть, тогда бы они выиграли? Или, как понимать, твоё сухую? Ну а дальше Жруля, как кашлянула, говорит, заболела. А хлорка, ой, какой у тебя кашель. И, значит, она же там вся заклеена этим лейкопластырем. Похоже, это холодное пиво сработало. Ну или другая какая-нибудь алкашечка холодная. Так спешила, так спешила за воротник закинуть, что прям заболела наша старшая девица. Дальше сидит Юлька, посуду моет. Вот дожилась, прикиньте, стоя помыть не может. Сидит, уселась и моет крышку от сковородки или от кастрюли. Ну а лорка говорит, что вот, говорит, нормальные люди уже позавтракали и пообедали, а ты якобы только на ночь будешь нажираться. Ну так у них это в порядке вещей. Нажраться от пуза на ночь и завалиться спать. У них же всегда так. Она и говорит же, что вот мы якобы есть хотим, тогда не ели, тогда не ели. А вечером сразу у них вместе завтрак, обед и ужин. Поэтому она и жрет такими ребят порциями, а потом сразу в люлю. Дальше слышно было мяуканье кота. Ну там еще лорка показывала, что дом за сколько-то там дней уже построился и скоро у них якобы будут новые соседи. Ну и Юлька там подвякнула, что хорошо, когда свой дом действительно, а у вас ни кола, ни двора. Ну и значит мяукал кот, а Лариса сказала батон. И якобы иди, наверное, говорит, он хотел, чтобы ты на него села. Ну я не знаю, кто у них там батон, кто не батон, но во всяком случае я не увидела никого. А мяуканье услышала. Скорее всего, котик просто голодный. Ну и Юля сказала, что она будет готовить. Да, но это ее секрет. Она покажет. Я покажу, говорит. Стоит, значит, в эту собачью миску, крошит помидоры. Какая она, ребята, огромная. У нее сзади уже как будто грудь больше, чем спереди. Это же вот такие у нее эти жировые мешки висят. Жуть просто. Дальше полезла в холодильник за укропом, а там, ребят, битком просто набито. Это, ну, точно не раз они сходили в магазин. Там несколько заходов, похоже, было. Вдвоем, наверное, сунули эти клунки на тележке. Ну а дальше в эти помидоры укроп добавила, чеснок залила маслом. И это у нее волшебный салат. Ребят, она что, дурочка? Ну вот такое чувство, что она издевается над своими зрителями. Специально разводит на негативные комментарии. Это все, Юлек, на что ты способна? Все? Совсем больше ничего не умеешь делать? Или ты думала, что это прям какой-то эксклюзивный салат, и никто не знал, что такое можно приготовить? С чесноком и с укропом, да еще и с маслом. Ой, ребят, я в последнее время просто с нее угораю. Ну а что, ребят, похоже, совсем, совсем беда с готовкой. Что у Юльки, что у Лорки. Они же как приготовят, то хоть стой, хоть падай. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok